У каждого участника внештатного отряда самообороны ГОИЧС своя должность и обязанности. За координацию всех действий отвечает командир, есть специалист по метеонаблюдениям и дозиметрист. Много лет назад Алексей Фролов взял на себя обязанности химико-разведчика. Началось все с интересов, с тренировок, а потом переросло в проведение таких соревнований. Я как в команде, наверное, химико-разведчик, определение отравляющих веществ в воздухе, то есть вот моя задача основная, ну на проведение здесь мой этап, я его уже отработал практически до автоматизма. По словам Алексея, на практике в экстремальных ситуациях свои знания проверять ему и его команде еще не приходилось. Но мужчина уверен, если надобность возникнет, раздумывать и спрашивать, что делать, они не будут. Такого же мнения придерживаются и организаторы. Мы всегда быть должны готовы к любым вопросам вызова природы, вопросам чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Это не секрет, что мы здесь находимся с вами на объекте, где у нас используются и радиационные материалы, и ядерные материалы. И вот этих людей мы готовим вообще для действия в ликвидации наших чрезвычайных ситуаций. Всего командам необходимо было пройти шесть чекпоинтов на каждом свое задание, свое вводное, временное выполнение и штрафные баллы. Вначале командам предстояло проверить свое оборудование и приборы. На следующем этапе необходимо показать свое умение пользоваться приборами, определяющими химическое, биологическое и радиационное загрязнение, после чего переместиться на наблюдательный пост. Здесь отрабатывается, значит, метеоданные, значит, измерения, а также засечка в случае ядерного взрыва. По словам участников, к этим соревнованиям они отнеслись очень серьезно. Каждый понимает, что в случае возникновения внештатной ситуации от их действий будет зависеть чье-то здоровье или даже жизнь. Кирилл Василин, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.